И хорошие пловцы тонут, и мощные бойцы получают, и матерые волки умирают. Бессмертной остается только капля росы на вершине Манчжурских гор. Привет, землеройные велоцирапторы! Вы на канале Муай-Тай Си-Кей Ая Федорович покажу бой между профессиональным боксером Хедли и чемпионом мира в среднем весе по полноконтактному карате Воловичем, который вызвал огромный ажиотаж в далеком 1976 году. Как лев среди тигров, Михалыч выделяется своим профессионализмом среди остальных печников, будучи блогером канала Пламя, по проектам которого люди, впервые взявшие мастерок в руки, самостоятельно собирают мангалы и камины. Как самому сложить мангал и у кого научиться технологии? Знакомьтесь с Михалычем. На своем ютуб-канале он рассказывает о разработанной им технологии ракетной тяги «Двойной зуб». По его проектам кладут мангалы и камины по всему миру. Переходите на канал. В те далекие времена, когда слезы Чака Норриса излечивали от рака, но все знали, что он настолько крут, что никогда не плачет, каратисты вызывали трепет и восхищение, а фильмы с Брюсом Ли собирали десятки соседей перед видеомагнитофонами. Люди усомнились в практичности бокса и возвысили быстрых, как мангусты, и перебивающих доски одним пальцем, как носороги-камыш, каратистов до небес. Был организован поединок, который бы сейчас назвали боем столетий, куда-то Мэйвезеру и Макгрегору. Сам бой, как вы догадались, проходил по правилам К1, что давало преимущество каратисту, но одетые на руки перчатки это преимущество забирали. Ведь все мы знаем, что ребро ладони каратиста, как острая катана самурая, довольно грозное оружие, так же, как и пальцы. Правда, я не знаю, насколько такие техники используются на соревнованиях полноконтактного карате, которое наш боец и представляет. Тем временем боксер планомерно и четко сокращает дистанцию с левым джебом и добавляет жесткий правый прямой. Все как по книжке для начинающих убийц. Но и каратист выбрал правильную тактику. Он пытается много двигаться, бить ногами и даже с разворота. А когда боксер сокращает, входить в клинч, забирать голову и пробивать колени. Но даже лепестки ромашки не могут выдержать садящегося на них слона. А идущего танком боксера с мощным ударом выдержать вообще мало кто может. Даже такой же бронелобый боксер. Но несмотря ни на что, каратист продержался полторы минуты, после чего упал на канвас, приняв на себя несколько громобойных ударов. После этого поединка газеты много писали о том, что каратэ в кино и в жизни разные вещи. И против чемпиона по боксу не устоит даже Чак Норрис. Но, видимо, испытать вселенную на прочность никто не решился, устроив такой бой. Конечно, с тех пор растаяло немало снега и сменилось не одно поколение оленей в лесу. Сейчас лучшие бойцы полноконтактного каратэ могут на равных противостоять любому единоборству. А его представители выступают по K1 и MMA. Но в те далекие времена все мыслили фильмами и слагали легенды. Пишите в комменты, как вам бой. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А вы можете стать партнером канала или знаменитым подробнее в описании под видео. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.